Пляжи Локомотив, Нижнее Заречье, озеро Глубокое, озеро Комсомольское и озеро Большое Лебяжье. Все они будут открываться по мере готовности и по итогам проведенных на них проверок. Также для казанцев и гостей города будут доступны места отдыха – озеро Лебяжье, озеро Изумрудное и озеро в Парке Победы. По словам властей города, на всех этих объектах с 1 июня по 30 августа запланировано ежедневное дежурство троих спасателей и медработника, а все пляжи будут укомплектованы лодками, спасательным снаряжением и медикаментами. Однако опасность заключается не только на берегу, но и в самой воде. При купании надо обращать внимание на визуальные признаки качества воды. То есть если вы заходите в водоем и вы видите, что вода у вас мутно-зеленоватая, что в ней плавают какие-то примеси, что в ней, скажем так, какая-то пена может быть, конечно, надо быть осторожным. Иногда очень хочется окунуться, я купаюсь почти в любой воде, но я точно знаю, что в этом случае надо избегать попадания воды в рот. Во время цветения, во время жары летней часто бывает вода такая зеленая за счет зеленых водорослей и синих-зеленых водорослей. Вот в этом случае надо знать, что массовое развитие синих-зеленых водорослей, оно приводит к тому, что в воду попадают нейротоксины, и они могут вызвать такое, скажем, ну даже состояние такого паралитического воздействия. Но это при очень больших концентрациях, естественно. Жизнь на земле без воды невозможна, это факт. Однако о степени ее загрязнения ходят мифы и спорят эксперты. Необустроенность пляжей, грязная вода и замусоренные берега – порой веские причины для того, чтобы сделать свой выбор в пользу того же бассейна. Поэтому узнать, не поджидает ли в озерах и реках кишечная палочка и отходы промышленных предприятий, непременно нужно. Надо всегда обращать внимание на наличие внешних источников загрязнения. Если где-то есть канализационная труба, пусть она даже не течет, но когда-то там мог быть сброс. Уже должны быть осторожными. Есть много малых водоемов, которые очень привлекают жителей поселков, населенных пунктов. Но если у вас тут выпасают скотину, прямо здесь же, тут же купаются дети, тут же выпас скота идет, водоплавающие птицы. Тоже надо понимать, что может быть загрязнение воды биогенными веществами, органическими и, не дай бог, еще какой-нибудь кишечной микрофлорой. Соответственно, для малых водоемов, где условия проточности нарушены, это может иметь определенные воздействия. Летом пора отдыха. Пожалуй, ни один отпуск не обходится без посещения водоема. А вот искусственного или естественного уже на выбор каждого человека. Карина Саяхова, Александр Кузнецов, Универниус.